Друзья, всем привет! Вы на канале Traveling Ref. С вами Наталья. Сегодня мы находимся на винодельне Мысхака. Нас ждет интересная экскурсия по заводу. Смотрите это видео, будет интересно. Винодельне Мысхака находится в одноименном селе, которое входит в муниципальное образование город Новороссийск. На берегу Черного моря, у подножья горы с чарующим названием Калдун, винодельня начала свою яркую историю еще в 1869 году. Сейчас здесь создают качественные вина по классическим технологиям, соблюдая строгие стандарты производства. А познакомит нас с технологией современного производства и с интересной историей предприятия замечательная Анастасия, руководитель туристического направления. Почему называется Мысхака? Завод назван в честь местности. Откуда вообще такое название у местности? Мысхака придумали черкесы. Это слово, ну скажем, на самом деле это не одно слово, это было... Оно звучало иначе. Но черкесский достаточно сложный и достаточно сложно понять, что конкретно они имели в виду. Есть несколько версий про мыс дельфинов, там зеленый мыс и так далее. Но наиболее такая привычная для нас, которую мы выбрали для себя официальная версия, это иди держи на вязы. Дело в том, что вот там вот у моря когда-то росли огромные деревья, достигающие 40 метров в высоту. Назывались они вязы. И они служили маяками для приходящих сюда судов. То есть это была такая визитная карточка этих мест. Огромные деревья, маяки. Ну, на данный момент от них осталось одно название. История винодельни связана с именем Михаила Федоровича Пенчула. Он облюбовал эти места, разглядев в них редкое сочетание идеальных условий для выращивания винограда. И, да, обращаю внимание на прекрасный вид. На самом деле, еще в 19 веке им любовались Пенчула Сыргуленко. Теперь имеем счастье любоваться мы. Конечно, он несколько изменился, но в целом сильно менее прекрасным, пожалуй, не стал. Это гора Колдун. Естественно, с таким названием Колдун оброс всякими легендами, небылицами. Мне вот больше всего нравится история про старого знахаря, который жил в маленькой деревушке, лечил людей с надобиями и травами. Народ его за нестандартные способности, конечно же, побаивался и прозвал Колдуном. Но однажды стихия обрушилась на деревню. Сильный ветер буквально все сносил на своем пути. И злые языки, конечно, сказали, что это Колдун. И его злые чары, злые проделки. Но он был выше людской молвы. Он очень любил свою родную местность и стал на ее защиту. Буквально укрыл ее своим плащом. Плащ развивался на ветру и окаменел силуэтом горы. А шапку его сдуло ветром, и с тех пор местные жители знают. Если шапка Колдуна прилетела и нависла низко над плащом в виде густых облаков, значит будет дождь. Обращаю внимание, традиция очевидно работает. Шапка есть, дождь есть. Но здесь важно уточнение. Отсутствие шапки на самом деле не гарантирует отсутствие дождя. Вообще, почему Сербуленко рекомендовал Пенчулу посадить лозы именно здесь? Потому что здесь прекрасные условия для выращивания виноградной лозы. А здесь терруар. Теруар, да, от слова терра, земля, оно подразумевает под собой, вообще это слово, совокупность факторов, влияющих на лозу. То есть это, конечно, в первую очередь земля. Ну, это близость моря, да, это естественный барьер в виде горы Колдун. Количество солнечных дней, дождей, наш достаточно сильный ветер, который проветривает, скажем так, почву. И другие факторы различные, которые могут каким-то образом повлиять на выращивание винограда. У нас тут демо-версия виноградника есть, такая специальная для гостей, чтобы мы могли вблизи ее увидеть. И здесь можно примерно понять, что смутило крестьян в 19 веке, почему они не смогли здесь ничего дельного вырастить. Действительно, это мерглевая почва. У нас разная почва, вы видите карту наших сортов. То есть на каждом участке, естественно, какие-то свои условия, свои факторы влияющие, дополнительные, может быть. То есть свой срок созревания ягоды. Да, но в целом, вот с чем они столкнулись, да, это мерглевая, действительно, верхний почвенный слой практически не плодороден. Но в случае с виноградной лозой, вот такое парадоксальное растение, чем сложнее ему живется, тем интереснее получается вино. А вот эти все участки цветные, это как раз наши виноградники цветные, да, то есть это разные сорта. У нас здесь перевес на черные сорта, то есть очень много Мерло, Каберне. Да, ну, есть такие, кстати, достаточно редкие для российского юга. Сера или Ширас, иными словами, Марселан. Пененуар, ну, Пененуар достаточно часто встречается, но, тем не менее, сорт весьма интересный и непростой, достаточно капризный. Виноград собирают вручную, привозят сюда, привозят его обычно трактор, вот, с прицепом, взвешивается на весах, и каждый ящик с помощью погрузчика отправляется в шнековый бункер. Здесь, видите, шнек вращается, проталкивает нашу ягоду далее в дробильное отделение, где она отделяется от гребня. Гребень, веточка, соединяющая ягоди, она нам более не требуется, она у нас отправляется, вот, вот там есть такая движущая, подвижная лента, да, она перемалывается и увозится. А вот сама ягода отправляется дальше. Куда она отправляется, зависит от того, какое вино мы хотим сделать. Если мы нацелены на белое вино, да, там, ну, или на разе, например, то мы отправляем нашу ягоду в пресс. Пресс представляет из себя перфорированный цилиндр, внутри которого пневматическая мембрана, и мембрана, когда раздувается, она прижимает виноград к стенкам пресса, и вот перфорация устекает суслом. Но до того, как мы используем мембрану, мы просто загружаем туда несколько тонн ягоды, под собственной тяжестью она, естественно, начинает пускать сок. Обычно это вот эти первые, буквально 15% самотека, которые стекают без всякого механического воздействия, это называется сусло кюве. А кюве это, знаете, там, как я говорю, как два верхних листика чая, собранные на рассвете, да, только в винодельческом процессе. То есть, в первую очередь, давится какая ягода? Самая спелая, значит, самая сладкая. То есть, это сусло с высоким содержанием сахара. У него будет другой цвет, да, для сравнения, там, сусло кюве будет, скорее всего, нефритового цвета, да, если мы имеем дело с, ну, каким-нибудь сортом. Для примера, там, савиньон-бланк, допустим, четвертая фракция сусла будет уже бурого цвета, то есть, да, отсюда и потом цвет вина формируется, да, в частности. Ну, и другие факторы. Вторая фракция получается уже, когда мы вращаем пресс, по-прежнему не взаимодействуем с мембраной, просто вращаем, получаем вторую фракцию самотека, да, потом уже начинаем прижимать ягодку к стенкам, взаимодействуя с мякотью ягоды. Мякоть – это самая ароматная часть, поэтому, вопреки, там, многим, скажем, ожиданиям, что третья фракция, она как-то там хуже, она не хуже, она другая. У нее другие характеристики, она, это будет очень ароматное сусло, да, но при этом там, где мякоть, там и косточка, косточка даст горчинку. Поэтому зачастую третья, там, четвертая фракция – это то, что идет уже на полусухие, полусладкие вина. И чем дальше фракция, да, там, ну, мы до четвертой работаем. Вот, когда мы получили с вами сусло, сусло – это, по сути, свежевыжатый виноградный сок. Он с мякотью. Мякоть, да, вот эти все взвешенные частички, они нам, в общем-то, будут мешать при дальнейшем процессе, поэтому отправляем наше сусло в суслоотстойник. Ну, чтобы его отстоять, чтобы мякоть у нас осела, да, по принципу фреша в стакане, да, то есть, здравствуйте. И когда наша мякоть осела, мы ее в качестве осадка уже откуда вытягиваем, и наше чистое сусло, да, очищенное, уже отправляем дальше. Отправляем его в цех, где начинается процесс брожения. Это называется винификатор. Сюда мы отправляем наше сусло, добавляем чистую культуру дрожжей, и начинается процесс брожения. Да, то есть, там дрожжи, поедают сахар, выделяется углекислый газ, алкоголь. Процесс брожения белого вина, мы по-прежнему говорим с вами про белое вино, да, про красное будет отдельная история, потому что для него есть отдельный цех, и технологический процесс там несколько отличается. Так вот, процесс брожения белого вина длится, ну, где-то порядка двух недель. Это достаточно условный срок, так же, как достаточно условный, там, температурный режим, и вообще очень много условностей, потому что все зависит от сорта, от задумки винодела, да, от, как я уже говорила, принятых решений в моменте. Все это контролируется здесь и сейчас, здесь есть кран, то есть регулярно обход, он приходит с бокалом, с тетрадкой, да, дегустирует, пробует, насколько это соответствует тому, что он там ожидал, да, может быть, внести какие-то коррективы и так далее, то есть делать для себя какие-то пометки. И тогда уже принимаются решения, да, если мы хотим сухое вино, то здесь процесс достаточно логичный. Когда заканчивается сахар, заканчивается питательная среда у дрожжей, соответственно, процесс брожения прекращается. А вот если мы хотим вино со сладостью, то есть какое-нибудь полусладкое, полусухое, более сладких вин мы не производим, ну, во всяком случае, пока так точно, тогда нам надо каким-то образом остановить деятельность дрожжей до того, как они переработали весь сахар. Вот здесь нам помогает рубашка, которая оборудована винификатор, то есть по всему периметру. Вы видите датчики температуры на каждом из них. То есть, ну, дрожжи – живой организм, да, в холоде они начинают стагнировать, блокируются. Нам, собственно, того и нужно, да, когда мы поняли, что хотим остановить процесс брожения на определенном уровне сахара, мы просто охлаждаем нашу емкость, соответственно, ее содержимое, и таким образом наши дрожжи, ну, человеческим языком выражаясь, засыпают и выпадают в осадок. Да, и мы можем уже при необходимости снять вино с осадка, то есть у нас сохранится природный сахар, именно природный сахар винограда. Вот. Это, что касается белых вин, про красные. Здесь у нас цех производства красных вин. Для того, чтобы сделать красное вино, да, нам нужно несколько больше от ягоды. То есть, в случае с белым нам хватило просто сусла, в случае с красным нам нужна мезга, то есть кожица, косточка, ну, максимум, что может дать нам ягода. Почему? Потому что мякоть ягоды, она вообще бесцветная, то есть весь вот этот красивый цвет, да, тонин и терпкость, все это дает нам мезга. После шнека вот эта вот раздробленная ягода отправляется тоже сюда, в винификатор. Начинается процесс брожения. Все то же самое, как в случае с белым, но когда выделяется в процессе брожения пузырьки углекислого газа, они увлекают за собой мезгу, у нас образовывается шапка. Такой эффект забродившего компота. Если мы ее не перемешаем, то под ней просто скиснет вино. То есть она затвердеет, да, ограничивает доступ кислорода. Нам это, конечно же, не нужно, поэтому вот эти все емкости для красного оборудованы системами перемешивания, да, разбивания шапки. Ну, в общем-то, они по-разному это делают, но суть одна. Главное разбить шапку, да, чтобы постоянно равномерно шло брожение, да, окрашивание кожицы и всего остального содержимого, да. Это американский дуб и темный обжиг. То есть, во-первых, сорт дуба, во-вторых, степень обжига. Все это влияет на вино, которое из этой бочки получается. Потому что более темный обжиг дает красным винам, например, больше ноток шоколадных, кофейных, более темных. Белым винам, например, при сбраживании в такой бочке белое вино получают нотки ириса, карамели. Ну, тоже это зависит от сорта. Итак, как проходит фильтрация вина, да, то есть мы, конечно же, хотим увидеть в бокале кристально чистое вино, кристально чистый напиток. И получается он благодаря фильтрации. В данном случае это пластинчатый фильтр, да, видите, у него тут фильтрация проходит через ряд фильтр-картонов, которые вставляются между вот этими металлическими пластинками. Под давлением наше вино преодолевает вот такой вот непростой путь. Поэтому, естественно, испытывать стресс – это, ну, конечно, такой бытовой язык, но это правда. На самом деле вино после вот этих всех технических сложных процессов, ему просто необходимо прийти в себя, то есть стабилизироваться. Поэтому есть такое понятие, как бутылочная выдержка – это нормально и это в идеале обязательно. То есть это часть технологического процесса, чтобы вино отдохнуло несколько месяцев в бутылке. Мы с вами пришли в биохимический цех. Здесь производится, ну, один из самых романтичных напитков, да, несмотря на неромантичное название цеха – «Игристый вин». Причем большая часть игристых вин у нас на предприятии делается по методу Шарма. По этому же методу делается небезызвестная всем Просека. Да, он же резервуарный метод, он же акратофорный, он же танковый – все это про одно и то же. Так вот, в любом случае, это результат вторичного брожения. Вопрос, в какой емкости оно осуществляется. Если это метод классик, то вторичное брожение осуществляется прямо в бутылке, в которой вы впоследствии покупаете это вино. Если это метод Шарма, то оно осуществляется вот в этой вот емкости, там, называется акратофор. А нам нужно создать для него условия, ну, условия для вторичного брожения. Поэтому готовится тиражная смесь, смесь дрожжей, сахарного ликера для того, чтобы вырастить дрожжи до такого состояния, чтобы они были готовы поработать на вот эту вот большую емкость. Потом мы смешиваем их с нашим заготовленным вином, который мы заготовили в том цехе. Причем оно должно быть слабоалкогольное, потому что в результате вторичного брожения мы получим не только волшебные пузырьки, но еще и алкоголь. Чтобы мы не получили игристое с алкоголем 15, здесь надо тоже понимать, поэтому что будет из винограда сделано, тихое или игристое вино, обычно автор понимает еще на этапе подготовки к сбору винограда. То есть изначально собирается с более низким содержанием сахара, чтобы сделать слабоалкогольное вино. В общем, все это стратегические решения, на самом деле, зачастую. Это линии розлива игристых. То есть вот туда вот ставятся пустые бутылочки, потом они моются, наполняются игристым вином, которое из цеха по винопроводу сюда поступает. Далее вот там получают под давлением свою корковую пробку, потом в мюзле проволочная уздечка, да, потом теплый душ для стабилизации температуры, да, чтобы мы впоследствии на эту бутылку могли наклеить этикетку. Так как напиток ледяной, да, бутылка просто начинает запотевать. Потом бутылки едут, цепляются на вот эту вот лампу, когда она включена, да, мы можем на просвет видеть, нет ли там никаких осадков, да, там, все ли в порядке с нашим напитком, каких-то дефектов бутылки, мало ли. Далее вот здесь вот на бутылке надеваются колпачки, к слову, вручную. Колпачки в автоматическом режиме прижимаются, и потом бутылка едет получать свои этикетки, контр-этикетки, акцизы. То есть, как видите, там этикетки заряжены. Смотрите, у нас пар бочек, там более 500, это дуб. Есть дуб французский, есть дуб американский. Какое вино, сколько выдержать, в какой бочке, это уже решает автор этого вина. Конечно же, он опирается на свои знания о сортовых особенностях, о своем теруаре, да, то есть он знает, как конкретный сорт вызревает в тех условиях природных, да, которые, ну, которыми он располагает. Мы находимся с вами в историческом винохранилище, это 19-й век, ну, изначально 19-й век постройки. Оно логично расположилось под лабораторией Михаила Федоровича Пенчула. Здесь, естественно, хранили, да, в общем-то, и производили вина. Ну, в 43-м году сюда пришли наши ребята-малоземельцы, обнаружили в отгороженной комнатке в подвале вино, сказали, вот это рай, и устроили там штаб. Когда, ну, именно, кстати, в этом штабе и бывал Леонид Ильич Брежнев со своими портбилетами, наградами в 43-м году. Когда война завершилась для Новороссийска, штаб уже был неактуален, технологи забрали помещение под свои нужды, заложили кафелем, хранили вина. Шутки шутили, мол, дайте мне ключи от рая, пойду, положу бутылку. Но надумал приехать в гости генсек, да, со своей ностальгической миссией. Приходят журналисты, говорят, показывайте штаб, мы же будем фотографировать Леонид Ильича. Обнаруживают там голубой кафель и говорят, вы понимаете, что это будет смотреться, ну, совершенно неподобающий штабу. Вообще никто не отличит. То ли он зашел в Неборную, то ли он все-таки зашел в исторический штаб. Поэтому вернули облик штаба этому помещению. И говорят, что Брежнев, когда зашел, сказал, все так и было, молодцы. Вот, возможно, все так и было. Винодельня Мысхака ждет своих посетителей. Для вас будут рады провести увлекательные экскурсии с дегустациями. Но не забывайте записываться заранее. А мы всегда с удовольствием готовы организовать для вас поездки на эту замечательную винодельню. Из Келенджика, Анапы или Нароссийска. Субтитры создавал DimaTorzok